В Волгограде задержали десятерых подозреваемых, которые обманом заставляли пенсионеров покупать газовое оборудование. Так установлено, что мошенники переодевались в спецформу грузовщиков, ходили по квартирам и настаивали, что собственникам необходимо заменить некоторые приборы. Их цену аферисты сильно завышали. Было установлено, что организатором группы стала 40-летняя жительница Волгоградской области. Злоумышленники проникали в квартиры пожилых людей под предлогом проведения диагностики, ремонта и замены газового оборудования, систем вентиляции, пожаротушения, газоанализаторов и иных датчиков. При этом они предъявляли удостоверение несуществующей организации и носили спецодежду коммунальных служб. Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в прислужбе Главного управления МВД России по Волгоградской области, иногда аферисты специально отключали электричество в щитках подъезде и таким образом убеждали хозяев квартиры, что оборудование сломано, его необходимо срочно заменить. На сегодняшний день выявлено 11 пострадавших. Сотрудники полиции предполагают, что их более 100 человек. Обманным путем мошенникам удалось заполучить более полутора миллионов рублей. При задержании у подозреваемых нашли предметы, доказывающие их причастность к преступлениям – телефоны, спецодежда, поддельные документы, автомобили и денежные средства в размере около 250 тысяч рублей. Следственными органами полиции всем фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Четверым из них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, троим в виде домашнего ареста, еще троим в виде запрета определенных действий. На текущий момент выясняются другие эпизоды противоправной деятельности. После окончания расследования дело будет передано в суд. Анжела Умбетова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Телеканал Волгоград-1.